Итак, раздрай в левом движении, все нарастает. Самое, пожалуй, наглядное его проявление, это, так сказать, критика, а точнее откровенное поливание помоями партии Максима Шевченко со стороны Николая Платушкина, которым он занимается целенаправленно и на многих ресурсах в интернете. То, что казалось вчера еще невозможным, когда Максим Шевченко добивался освобождения Николая Платушкина, сегодня свершившийся факт. На чем строится это, с позволения сказать, критика Платушкина? Партия Максима Шевченко, РПСС, российская партия свободы и справедливости, создана единорусом Богдановым, который никогда не скрывал, что создает партии за деньги. Максим Шевченко фактически отказался выставлять едины с левыми силами кандидатов на выборы в Госдуму, хотя КПРФ была не против. В регионах нет никаких отделений РПСС. И чем эта партия целых 9 лет занималась, непонятно. В регионах у нее никого нет и близко. Но и, боюсь, самый грязный аргумент Николая Платушкина. У РПСС вдруг непонятно, откуда появилось много денег. И она эти деньги сейчас активно использует для подкупа. Не буду голословным, вот как он об этом сказал. Сейчас вдруг у партии появляется много денег. Ну, наверное, так сказать, знаете, манна небесная свалилась у нас. И они начинают просто людей, как бы, знаете, вербовать. Вот мне же мои сторонники звонят и говорят, звонили от Шевченко, предлагали деньги, чтобы я пошел там по такому-то округу. Я им сказал, говорят они, позвоните Платушкину, решите вопросы. Да говоря, зачем вы звоните, он из КПРФ. Это из его интервью к каналу «Спец». Есть оно и на его канале Николай Платушкин. Оно называется, лучше рассчитаю. Платушкин, лекарство есть. Смена власти. Его там легко посмотреть. Ну, как я уже сказал, подобный ролик Дарьго не единственный. Далее он подчеркнул, что РПСС фактически везде выставила против КПРФ своих кандидатов. Поясню ситуацию. Выборы в Госдуму – это выборы в один тур. Поэтому у сильных кандидатов просто нет шанса сразиться друг с другом во втором туре. Из этого Платушкин делает вывод, что Шевченко сознательно выставляет против КПРФ своих кандидатов. Выставляет для того, чтобы отнять в левых сил честь голосов избирателей в интересах Единой России. Что здесь можно сказать? Конечно, многое в обвинениях Николая Платушкина откровенно надумано. И прежде всего откровенно надуман его, так сказать, фундаментальный тезис. О том, что РПСС не выставила единых с КПРФ кандидатов, более того, выставляет своих кандидатов ей в пику. Вернее, это обвинение даже не просто надумано, а оно откровенная глупость. Шевченко неоднократно подчеркивал, что он не коммунист по убеждению. И очень со многим в позиции КПРФ не согласен. Так что при таком раскладе удивительно, что он выставляет кандидатов от РПСС, не считая с интересами кандидатов от КПРФ. Напротив, это нормально. Между различными левыми силами закономерна борьба. Так же, а между различными правыми силами. Впрочем, тот же Алексей Навальный и тот же Владимир Путин, оба формально либералы. Но было бы странно, если бы, скажем так, навальнистов допустили до выборов, а они бы начали выставлять своих кандидатов с учетом интересов кандидатов от Единой России. Поскольку обе эти партии формально исповедуют право и ценности. И так тогда того же Навального, по логике Платушкина, следовало бы обвинить в том, что он на самом деле никакой не либерал, а тайно поддерживает КПРФ и работает против интересов Единой России. В общем, я сказал, вот это фундаментальное обвинение Платушкина, это безусловно ахинея полная. Я думаю, что он не может не понимать, что он несет ахинею. Он все же политолог по образованию. И думаю, опускаться до таких методов предвобаренной борьбы, это откровенно непорядочное. Я уже много говорил о том, что меня очень многое настораживает в действиях Николая Платушкина. У меня есть подробный ролик об этом. Он будет на конечной доступке. И прежде всего, меня настораживает то, что Платушкин, позитонируясь, как человека левых убеждений, тем не менее является откровенным сталинистом. Более гнусного предателя делая, что коммунизма, что вообще левого дела в истории международного коммунистического рабочего и национально-освободительного движения более гнусного предателя, чем у всех стран. Просто не было. Почему лучше посмотреть в приложенном ролике, а также в моем ролике о политаризме. Он у меня есть теперь уже и на Ютубе, и на Дзене. Напоминаю, он называется. Тоже лучше засчитаю название. Довольно длинное. Почему у Путина не получилось поднять Россию с колен? Или что такое политаризм? Но Николай Платошкин, будучи политологом, игнорирует совершенно эти очевидные, хорошо известные каждому политологу вещи. Систему, которую Сталин создал в нашей стране, даже в страшном сне, нельзя назвать социализмом. Это политаризм, причем политаризм с очень сильными элементами фашизма. Ну а теперь он еще и откровенно начал поливать своих оппонентов по моему. В общем, думаю, к Николаю Платошкину разумно относиться с осторожностью. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Продолжение следует... Продолжение следует...